Мне кажется, современный мир это просто уже мир глюков. Вот стою сейчас на пляже здесь, в Санта-Барбре, уже последние 10 минут, и никак не могу запустить свой дрон, чтобы выйти с ним в прямой эфир на YouTube. Ковыряюсь в приложении, пробую подключаться к одной сети Wi-Fi, к 4G, к LTE, ничего не получается. Кстати, здравствуйте. Меня зовут Николай Атанский, я создатель движения Настоящий Успех и президент Академии Настоящего Успеха. И знаете, уже последние несколько дней мы сталкиваемся все время со все большим и большим количеством глюков, прежде всего в информационных технологиях. И с одной стороны они как бы злят и достают, и думаешь, блин, айфон выпустил новое обновление, оно ни хрена не работает, зависает, подвисает, замерзают программы. Смотришь на другой девайс, на другое устройство, и там такая же засада, и там такая же зараза. И тут вдруг до нас доходит, что на самом деле по-другому уже быть и не может. Мир настолько быстро ускоряется, что производители программного обеспечения, производители железа, они уже не успевают оттестировать и вывести на рынок действительно безупречно работающее оборудование. Раньше годами могли машины тестировать, годами могли тестировать механизмы, станки, оборудование, а потом не спеша выводить на рынок. Сейчас из-за того, что мир стал плоским, сегодня если ты здесь не успел вывести на рынок, то завтра китайцы уже анонсировали и весь мир захватили. И наоборот. Поэтому и вынуждены производители, и программное обеспечение, и IT-технологии, и вообще любых технологий как можно быстрее выводить свои товары на рынок. Страдают, конечно, от этого. С одной стороны страдают потребители, а с другой стороны думают, хорошо, новое приложение, новый дрон, уже можно летать. Ну, главное, конечно, чтобы он никого не привил с собой и не порезал ничего своими лезвиями. Вот сейчас перед тем, как включить камеру, я Тане говорю своей жене, которая стоит за камерой и записывает сейчас это видео. А ведь эта же, эта стратегия была всегда у компании Microsoft. Эта компания Microsoft всегда выводила на рынок свое, свое программное обеспечение со степенью готовности всего лишь навсего максимум 70%. Плевались люди, кривлялись, ненавидели Microsoft, ненавидели эти приложения, ну, пользовались, пользуются, и Microsoft захватил весь мир. И знаете, что я хочу вам сказать сейчас здесь? Наевшись только что YouTube и приложения DJI к Phantom 4, это то, что, по-моему, это наша новая реальность. Мы должны к этому привыкнуть, и мы должны начать это в своей жизни применять. Если вы будете слишком долго что-то шлифовать, полировать, в надежде, что сделать из этого шедевр, это, конечно, хорошо. В конце концов, вы шедевр сделаете. Но просто очень может быть, что когда вы этот шедевр на рынок вынесете и скажете, смотрите, что я сделал, купите у меня, люди будут мимо проходить и говорить, так как мы уже давно-давно пользуемся другим обеспечением, другим приложением, другим оборудованием, другими средствами. Я сам выступаю за мастерство. Я сам говорю, что этот мир переполнен посредственностями. Я призываю к мастерству. Но я и предупреждаю теперь о том, что если мы слишком сильно цепляемся на то, чтобы сделать что-то идеально, мы просто на сегодняшний день теряем позиции на рынке. Рынок слишком быстро развивается. Рынок слишком плоским стал. Сегодня начать работать на рынке вообще легко и просто. Где бы вы в какой части Земли не находились. Здесь в Санта-Барбале, в Калифорнии, США, или где-нибудь в Хуанчжоу, в Китае. Не имеет значения. При помощи интернета вы имеете доступ ко всем потребителям на планете. Ну, потенциально, конечно. В общем, вот такие вот дела. Ну, а мы, походу, попробуем еще раз полетать. О, летает. О, летает. О, летает. Продолжение следует...